14 сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя провел инспекционную поездку по объектам строительства в городе Твери. Глава региона ознакомился с ходом работ на таких объектах, как грибная база на реке Волги, детская поликлиника в микрорайоне Радужный и детская областная клиническая больница, а также посетил две школы на улице Цветочной и Левитана. Подробности о рабочей поездке рассказывает наш корреспондент. В столице Верхневолжья продолжается строительство еще одной грибной базы на реке Волги в районе Краснофлотской набережной. Там будут работать такие виды гребли, как академическая на байдарках экономия парусный спорт. Все они активно развиваются в регионе, а строительство новых объектов – это колоссальный вклад в развитие спорта со стороны регионального правительства. Новая грибная база стала первым строящимся объектом в ходе инспекционной поездки главы региона. Там ведется работа по внутренней отделке и благоустройству территории. В центре будут оборудованы два специализированных тренажерных зала и зал с бассейном для академической гребли, а также там разместят уникальный тренажер. В грибном бассейне будет установлен современный грибной тренажер, который есть только в Олимпийском центре в Казани. И будет стоять у нас второй экспериментальный тренажер, который позволяет полностью заменить греблю в зимний период. Тренироваться на этой базе смогут около 500 спортсменов. Следующий пункт – еще один спортивный объект – крытый футбольный манеж в микрорайоне Соменко. Он строится в рамках проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Это будет первое в регионе поле с искусственной травой, соответствующее международным стандартам – трибунами, рассчитанными примерно на 250 человек. Сейчас уже ведутся армирование и бетонирование фундамента стен, колонн, подготовка оснований для футбольного поля. Еще среди строящихся объектов, которые посетил губернатор, это поликлиника в микрорайоне Радужный. На данный момент построено здание поликлиники. Выполняется чистовая отделка и монтаж внутренних и наружных инженерных сетей, благоустройство территории. Планируется, что в текущем году все строительные работы будут завершены. Также Игорь Роденни побывал на площадке детской областной клинической больницы. В настоящее время работы на объекте активизированы. А вот в образовательном центре номер 56 на улице Левитана уже идут завершающие отделочные работы. На сегодняшний день привезено новое оборудование мебель. Уже даже сложился педагогический коллектив. Такие школы – это те школы, в которых хочется учиться каждому ребенку и работать педагогом. Потому что есть все возможности для и профессионального роста, и для развития детей. Конечно, у нас шикарная робототехника, у нас классные закупленные лаборатории по химии, биологии, физике. Также сейчас активно идет возведение и здание новой школы на улице Цветочной. Это строительство этажей, монтаж окон и лестниц. Проект подразумевает учебное учреждение на 1224 места.